Родители в Сибири жалуются, что их детям в школах задают много домашнего задания, при этом по всем предметам. Школьники, по мнению взрослых, не успевают отдыхать, ходить в спортивные секции, кружки, музыкальные и художественные школы. Но так ли много на самом деле задают в школах сейчас, выясним вместе с Еленой Лебедевой, кандидатом педагогических наук и доцентом кафедры Кузбасского регионального института «Повышение квалификации переподготовки работников образования». Елена Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и все-таки, все-таки обоснованы ли претензии родителей к образовательным учреждениям? Я допускаю, что в отдельных случаях это возможно. Однако в нашем институте в целях нормализации нагрузок на детей и недопущения перегрузок все сотрудники кафедр института во время курсов повышения квалификации на всевозможных семинарах постоянно указывают на то, чтобы учителя соблюдали вот эти вот нормативы, которые существуют на самом деле, и не допускали перегрузок, учитывая каникулярные и выходные дни. Но вот с точки зрения каникул, на каникулах все-таки нужно отдыхать. Но порой иногда бывает такое, что в школах, я помню на себе, правда это было достаточно давно, прочитать на каникулах вот это. Ну, прочитать – это рекомендация. Если дети хотят, если им будет интересно и будет желание, они могут прочитать. Но если они не прочитают что-то, ничего страшного в этом нет. А объем домашнего задания от чего зависит? Это личное желание учителя в школе или все-таки существуют определенные нормы, которые нельзя ни уменьшать, ни увеличивать? Основным документом, который регламентирует объем домашних заданий, является постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации. И там все очень четко прописано. Например, при обучении в первом классе домашних заданий нет вообще, их не должно быть. А в остальных классах есть временные рамки. Например, второй, третий класс, выполнение домашних заданий должно занимать не более полутора часов. Третий, четвертый – два часа. Нет, четвертый, пятый – два часа. Шестые, восьмые классы – два с половиной часа. И девятый, одиннадцатый класс не более трех с половиной часов. Не более. Причем эти временные рамки, границы, они относятся к любым детям с разными личностными свойствами, с разным темпераментом. И рассчитано, что это время они должны потратить на выполнение как письменных, так и устных заданий. Это как раз и есть то, о чем вы говорите – системное потребление информации с точки зрения домашнего задания. Все учителя это прекрасно знают, вот эти вот рамки временные, и должны это учитывать, задавая домашнее задание. И еще, ни в коем случае не нужно задавать домашних заданий, и это тоже знают наши педагоги, на выходные дни, то есть на понедельник. Но в случае, если какой-то предмет один раз в неделю, и по понедельникам, например, то, естественно, домашнее задание задается, но предупреждают и детей, и родителей, что выполнять его нужно в течение недели, а не в выходные дни. Лена Павловна, ну мы же все равно с вами знаем, что учителя задают на выходные, на субботу, воскресенье, и не в рамках рекомендации, а в понедельник необходимо прийти с готовыми какими-то моментами. Это к вопросу о нормах. Вот родители каким-то образом могут повлиять на педагога, как-то к кому-то обратиться, либо наоборот прийти на встречу с педагогом, или это напрямую нужно решать с директором образовательного учреждения? Нет, конечно. В первую очередь родители, если вот они видят, что их ребенок не укладывается в эти рамки, очень устает, он должен составить конструктивный такой диалог с педагогом. Не ругаться идти, а просто выяснить вопросы, потому что очень часто имеют место недопонимания. У нас же сейчас другое все-таки образование в ГОС, Федеральный государственный образовательный стандарт, и требования к детям не такие, как были раньше. То есть раньше ко всем предъявляли одинаковые требования, а теперь у нас уровневый подход. То есть есть базовый уровень для всех детей, и есть повышенные уровни для способных в каком-то предмете или увлекающимся каким-то учебным предметом. Поэтому бывает так сейчас. Учитель пишет на доске четыре номера, например, разных уровней, и говорит, ребята, выберите один, который вам по силам, который вам хочется сделать. Дети записывают это в дневник, приходят домой, ну или забыли и начинают выполнять все, что требует намного больше времени, или выполнили то, что им нравится. Приходит родитель, смотрит дневник и говорит, так у тебя четыре номера, а ты сделал только один. Давай-ка. То есть еще и с родителями необходимо работать? Конечно, с родителями необходимо работать обязательно, и на родительских собраниях все это нужно родителям проговаривать, про то, как задаются домашние задания и как их нужно выполнять сегодня. После всего вышесказанного мне хочется добавить, что родители в первую очередь должны уделять внимание своим детям, ну и, конечно же, вместе с ними делать домашние задания. Тогда никаких проблем и претензий не будет. Я напомню, у нас в гостях была Елена Лебедева, кандидат педагогических наук и доцент кафедры Кузбасского регионального института повышения квалификации и переподготовки работников образования.